И на первый турнир были приглашены знаменитые прыгуны, такие как Патрик Шоберг, швед, единственный в мире трехратный олимпийский призер. И его результат был 2.42, он показал в 22 года. Чемпион Европы 1996 года норвежес Стейнер Хоуэн, вице-чемпион мира 1995 года грек Ламброс Папа Костас и вице-чемпион 1996 года москвич Леонид Пулейманин. Он вчера, кстати, награждал наших участников соревнований, победителей. Так что очень приятно, что на этот турнир приходят такие именитые спортсмены. Ну и также, конечно, как я уже говорила, что Сергей Клюгин, который также принимал участие в первых кубках Москвы по прыжкам в высоту под музыку, он еще тогда не был олимпийским чемпионом, но позже, в 2000 году в Сиднее он завоевал золото. И вот как раз-таки, если связывать, то с 2008 года этот турнир переезжает в Знаменский, Олимпийский центр имени братьев Знаменский, где по сей день проводится ежегодно. География этого турнира расширяется и захватывает все новые регионы России, но и до пандемии, конечно, можно было увидеть, что приезжали из разных регионов, не только России, но и континентов, Норвегия, Чехия, Канада. Такие участники из этих больших, так сказать, городов, континентов приезжали на этот кубок. Ну и стоит упомянуть, что сейчас стоит начальная высота в женском секторе, метр тридцать пять. Девушки только-только, вот они входят в борьбу. Ну, кому-то это удается с первых попыток, кто-то после вчерашнего дня, возможно, уже не так волнуется, а кто-то, наоборот, переживает, что хочет улучшить свой результат. Ну, мы, конечно, увидим, как по итогу это все получится. Но пока девчонки на высоте метр тридцать пять сражаются за выход в сильнейшие, в тройку сильнейших. Очень интересно, что в прошлом году почетным гостем был Драгутин Топич, сербский прыгун, действующий рекордсмен мира среди юниоров. Его результат два тридцать семь. Можете себе представить, что юниор показывает два тридцать семь, а у нас вчера юниоры показали результат два метра шестнадцать сантиметров. У нас установил рекорд соревнований Владислав Кисляков из Белой Калитвы прыгнул два шестнадцать. Вот такой вот у нас турнир уже с рекордами. Напомню, что вчера мы двенадцать часов здесь были на арене, прыгали все возраста 2008 год и моложе, шестой-седьмой юноши, младшие девушки шестой-седьмой год, юноши уже старше четвертой-пятой, также, соответственно, девушки и юниоры, юниорки. Они вот все вчера здесь, конечно, юниоры последними завершили соревнования, но вот с рекордами ушли отсюда. Это значит, говорит о том, что турнир невероятно подхватывает и вдохновляет на выполнение новых-новых рекордов. Конечно, если вот вы сейчас видите, что оформление всего манежа – это что-то такое невероятное. Вряд ли где-то еще можно такой объем увидеть. На фестивале по прыжкам в шестом, который проходил совсем недавно тоже была большая интересная организация, очень яркая, красочная, с такими выходами спортсменов невероятными. Захватывал дух, просто мурашки по коже были. Но вот здесь тоже не менее интересная вся инсталляция и пьедестал. Всех выводят на такую вот красивую арену. Это мы увидим чуть попозже, когда будет проходить награждение именно. Но сейчас вот моменты технические. И все еще высота метр тридцать пять. Пока кому-то, конечно, удается. Но уже вторая попытка. Пошла вторая попытка на метр тридцать пять у девочек. У мальчишек высота уже метр сорок. Да, ну вот мы слышим, что с трибуны, ну не с трибуны, а с арены вещает Денис Стойков, ведущий на телеканале «Россия-1». Доброе утро, Россия! Комментатор, спортивный комментатор и мастер спорта международного класса. Мы вчера с ним работали на арене, но сегодня вот он остался на арене, а я вышла в эфир. И опять же, вчера весь день играла музыка, весь день был шквал эмоций. Я даже на самом деле не заметила, что так пролетело 12 часов, потому что постоянно смотришь за движениями, постоянно смотришь за тем, что происходит то в одном секторе, то в другом. И уже когда обратила внимание, что поздний-поздний вечер уже, это удивило очень сильно, потому что пролетело незаметно все это время. И было интересно очень наблюдать за молодыми, совсем еще. Вот кого-то уже поддерживает публика. Это, кстати говоря, вчера мы с Денисом раскачивали всю эту атмосферу, просили, чтобы не стеснялись, чтобы хлопали, чтобы проявляли свои эмоции. Ну и вот, собственно, они сегодня уже сами это делают, потому что понимают, что это все только идет в помощь спортсменам. Вчера она, кстати, награждала Владислава Кислякова, который прыгнул 2.16. Он также из Белой Калитвы, и Аня специально сидела и ждала, пока он закончится, потому что эта возрастная категория, она была самая последняя. И плюс еще была задержка более часа. Ну, из-за того, что это так бывает, это понятно. Кто-то берет с первой попытки, кто-то с третьей, поэтому регламент жесткий здесь поставить невозможно. Ну, а сейчас мы смотрим женский сектор. По-прежнему метр сорок и первая попытка. Вот еще дальше, дальше, дальше продолжают девушки прыгать. Ну, сегодня, конечно, уже, как я уже вначале сказала, второй соревновательный день, поэтому, может быть, у кого-то наоборот второе дыхание, а, может быть, у кого-то и усталость после первого дня, есть все-таки там молодые, совсем самые молодые участники этого турнира. Поэтому нужно все понимать, но проявлять характер. Ну, вот как это удается сделать сейчас. Представительница женского прыжка. Ну, не у всех, конечно, все получается. С первой попытки для этого есть еще. До этого еще есть две. Поэтому мы вчера видели, как проявляли эти юные спортсмены свой характер, поэтому снимать с них такое вот... Говорить, что это юный, но они все-таки еще с характером. Да, берет, берет, берет. Метр сорок. К сожалению, не могу я сказать точно, кто именно это сейчас находится в секторе, потому что у меня только протоколы у мальчиков. К сожалению, есть мальчиков протоколы. Поэтому, вот, кто из девчонок, мы можем слышать, как их объявляет диктор на стадионе. Вот в эфире я боюсь ошибиться и не буду пока говорить. Ну, вот. Кира Денисенко сейчас была. Если я ничего не путаю, то это именно она. Карина Лифурина справляет. Да, это Карина Лифурина. Тоже прыгнула в высоту метр сорок. Татьяна Седых с запасом была накануне третий. Показывали, что Опрежнево находится в боевом настрое. Сейчас всех три... Ну, вот, и, да, Татьяна Седых, прошлый, вчера. Вчера была третий. Отличный прыжок. И Кира Воронина. Вчерашние победители соревнований. А вот сейчас на ваших экранах Кира Воронина. Тоже уверенно. Вчера победила с рекордом соревнований. Ну, естественно, метр сорок для нее не составляло труда. Это вторая попытка для тех, кто с первой девочек с ней не справился. Ну, вот, кому-то удается уже со второй попытки. Метр сорок пройдены. Все три... София Турченко. София пока не удача. Да, ну вот, София Турченко не смогла со второй попытки взять метр сорок. И следующая в секторе Варвара Тяпкина. Ну, Варвара тоже со второй попытки совершила сечку на высоте. Будем ждать, кто же следующий выйдет в сектор. Ксения Спирина, ее вторая попытка. И это Ксения Спирина. Ну, Ксения удается. Ксения справляется. Молодец. Соседантор сорок. Эта тропикон она преодолела. Так, у кого же вторая попытка-то есть еще у одного человека вторая попытка. И София Дергачева сейчас находится у нас на экранах. И София тоже сто сорок берет. Да, София справляется с высотой метр сорок. Ну, и третья попытка сейчас будет у Софии Турченко. Что же, ответственный момент для Софии на сегодняшний день. Либо пан, либо пропал. Вот нужно пожелать ей удачи. И поддерживают, конечно же, зрители ее сейчас на трибунах. Ну, посмотрим, как София справится с высотой. Ах, немножко. Да, была близка. Но сегодня не удалось ей взять метр сорок. И еще следующая участница также выходит на третью попытку. Выходит Варвара Тяпкина. Варвара Тяпкина. И Варвара. Ну, чуть похуже у нее прыжок, конечно, был, чем у Софии Турченко. Но тоже выходит. Ну, вот первая попытка в женском секторе на высоте метр сорок пять. Начали девочки метр сорок пять. Мы видим, первая участница уже преодолела эту. Следующая выходит в сектор. Ну, вот Диана Барбина. И, видимо, это что-то на уровне личного рекорда. Такие эмоции у спонсменов нет. А, следующая в сектор. Екатерина Датиева, скорее всего, выходит. Но, к сожалению... Екатерина Датиева пока не получается. Сектор. Ксения Спирина приглашается. И вот Ксения Спирина сейчас уже делает разбег. Она взяла в прошлый раз... Ах, хорошо взяла, но сейчас пока не... 140 она взяла неплохо так, в хорошем стиле. А 145 пока что с первой попытки не удалось ей преодолеть. Плотная группа спортсменок из Волгоградской области стоит у нас в протоколе. Прям друг за другом. А вот следующая участница, опять же, из Волгоградской области... Которая еще в соревнованиях... Мишель Алам. Мишель Алам. Ее первая попытка на метр сорок пять. И Мишель берет... Берет эту высоту. Ну, все еще впереди. Кто-то, может быть, только еще просыпается. Поэтому мы будем ждать результата. А вот в Секере уже идет попытка на метр сорок пять. Это значит, что... Возможно, потери... В коллективе мужском. Ну, вот и первая попытка. К сожалению, заканчивается выступление Тимур Васильев. Не берет он сто сорок пять средней попытки. София Деркачева сейчас преодолела планку. И у него тоже последний шанс преодолеть метр сорок пять. Ну, и вот одна за одной... Справляются девчонки. Нет, увы. Этим шансом воспользоваться не получилось. В секторе номер сто двадцать восемь. Это Семен Бургценко. Буценко. Мы пока все еще находимся в женском секторе. У мальчиков, для тех, кто, может быть, по трансляции сейчас не видит. Но я могу услышать диктора. Метр сорок пять также, соответственно, стоит. Ну, вот еще одна из участниц преодолели. Эту высоту. Выбывает из борьбы. Иван Коломенец. Также метр сорок пять. Сталась непреодолимой высотой сегодня для Ивана. И он выбывает. Кира Денисенко также справилась с высотой. Мощный разбег. Хороший прыжок. И... Артем метр сорок пять преодолел. Следующая участница также поддержала Киру и преодолела метр сорок пять. Хотя судьи уже его вроде не хотели туда приглашать. Но тем не менее спортсмен на своем настоял. И сейчас у нас в секторе Татьяна Седых. Тоже взяла метр сорок пять. И уверен, он ее берет. Вот теперь судьи могут отправляться. Так, ну что же, у нас первая попытка продолжается. У девочек пока метр сорок пять. Первая попытка. И это Мария Шуваева. Справляется с ней Мария Шуваева. И в сектор выходит Кира Воронина. Да, ну и чемпионка предыдущего вчерашнего дня Кира Воронина сейчас на ваших экранах. Да, учитывая, что ее результат вчерашний был метр пятьдесят пять, она была очень довольна. Я думаю, что на уровне личного рекорда ее результат. Ну вот пока метр сорок пять легко для нее преодолевает она. Вторая попытка Екатерина Датиева. Ее вторая попытка на метр сорок пять. Мы видим Катю. Екатерина из Липецкой области. Кто же у нас сейчас выходит? Ксения Спирина для своей попытки. Надеюсь, она Ксении поможет. И вот она уже сейчас разбегается. Но нет, пока что нереально. Судя по этой попытке, для Ксении преодолевает метр сорок пять. Вы молодцы трибуны, что просыпаетесь, начинайте поддерживать. Ну, трибуны действительно молодцы, потому что вчера еле-еле это была раскачка. Но потом уже все, поняли, что нужно аплодировать, нужно поддерживать участников. И начали включаться все быстрее и быстрее в соревновательный ритм. Следить за секторами, следить за попытками и поддерживать. Третья попытка сейчас, опять же, у Екатерины Датиевой, Липецкая область. Ближе, уже ближе была эта попытка, но, к сожалению, неудачная. Для нее соревнования на сегодняшний день уже завершены. И третья попытка, соответственно, у Ксении Спириной. Волгоградская область. Сейчас она на ваших экранах. Но нет, высоковато, высоковато пока для Ксении. Но ничего, это первые такие большие старты. Нужно радоваться тому, что ты здесь находишься, что ты выступаешь, что ты ощущаешь эту атмосферу. Я думаю, девчонки, их тренеры обязательно им это скажут все. Не думаю, что здесь есть недовольные. Ну, переживать это, конечно, естественно, после старта. Потому что все спортсмены максималисты. Но потом, я думаю, она все равно будет счастлива. Особенно, когда в сектор выйдут те самые, кто прыгает высоко. Сразу забудет про свои какие-то неудачи. Ну, еще и большое количество девочек осталось в женском секторе, которые будут готовиться далее. Следующая высота метр пятьдесят. Камера. Ну, а сейчас мы смотрим первую попытку на высоте метр пятьдесят. И это Диана Барбина. У Дианы как-то не сложилось. Попытка, честно говоря, совсем. Ее, видимо, смутило, что на мужском секторе начали хлопать. Но надо привыкать к таким условиям соревнований. Тут нельзя. Нужно быть настроенным именно на свою попытку быть в себе. и не замечать, что происходит вокруг. Может быть, все, что угодно. Это сегодня, допустим, только высота. А вообще на спортивной арене, на стадионах. Может быть, гулы, шумы и все, что угодно. Нужно справляться с этим с эмоциями. Ну, вот как это делает сейчас Мишель Алам. Берет метр пятьдесят с первой попытки и спокойненько идет готовиться на следующий рубеж. И далее Софья Дергачева. Уже на разбеге. И тоже прекрасно, молодец. Очень здорово сейчас она прыгнула. Софья Дергачева, я так понимаю, с первой попытки. Тоже с первой попытки. Да. Вчера она чуть-чуть как-то под зажатие себя чувствовала, наверное, в секторе. Сегодня вот уже позволяет эмоциям выходить. Ну, очень здорово, что дети так быстро приспосабливаются и уже проявляют такой характер в таком маленьком возрасте. В секторе Кира Шанс. Ну и теперь Кира Шанс. Пока у нее неудачно на первой попытке. Не совсем я понял, почему Динара Исмеханова выполняла попытку. На табло был номер 102 для Киры Шанс. А, так это была и не она, это была совсем другая участница. Это была Динара Исмеханова. Девчонки что-то напутали выход между собой. Смотрим, что происходит у ребят. Вторая попытка на высоте метра 50. Но они обе будут выходить на вторую попытку, поэтому там, надеюсь, они уже по регламенту выйдут. А это Кира Денисенко. Исправляется она также с высотой метр пятьдесят. И тем самым уже три девочки взяли данный рубеж. Очень интересно, потому что вчера только вот одна участница взяла метр пятьдесят пять. Возможно, сегодня будет еще интереснее, интереснее. Захватывающая у этой возрастной категории. Очередная неудача. И будет еще третья попытка на 150. Ну что же, мы ждем следующую участницу. И Татьяна Седых. Ее первая попытка на 150 сантиметров. Не очень далекий разбег. И берет она метр пятьдесят. Также и присоединяется ко всем тем, кто с первой попытки уже преодолел эту планку. По итогам вчерашнего выступления. Сегодня она тоже себя проявляет очень уверенно. Видно, что в хорошей форме подошли к соревнованиям девчонки. Ну вот пока вторая попытка... А, это еще и первая попытка только у Марии Шуваевой. Но она, мы помним, что очень неплохо взяла предыдущую высоту. А вот это лидер этого возраста, этой возрастной категории, Кира Воронина. Она представляет Нижегородскую область. И берет, конечно, вообще для нее... Для нее это не проблема взять метр пятьдесят. Ждет она повтор на экране. Вчера, кстати, между прочим, мало кто обращал внимания на повтор. А сегодня вот уже я смотрю, что Кира Воронина сразу же оценивает свой прыжок. С помощью экрана. Вторая попытка. И сейчас у нас в сектор будет выходить Диана Барбина. Именно у нее ее номер висит на табло. Но еще много участниц, получается, выходят на высоту метр пятьдесят пять. Что не может нас не радовать. Потому что, возможно, кто-то из них сейчас установит новый рекорд соревнований. Ну, близко, близко было, но неудачно, к сожалению. Вторая попытка неудачна. Третья попытка на сто пятьдесят. Для Дианы. И справляется Захар. Словно проснулся с большим запасом. Сто пятьдесят преодолел. А был на грани вылета. Следующая в секторе у нас Кира Шамс. Вчера поднимался на вторую ступень. Теперь она точно уже выходит. По своей очереди. И у нее вторая попытка. Высота метр пятьдесят. Кира представляет Ростовскую область. Ну, была близка. Близка ножкой немножко сцепила планку. Ну, вообще, практически уже перелетела. Но ногу не успела убрать. Поэтому попытка не учтется, конечно. Планка не устояла. Ну, и вот как раз-таки Динара из Механова в секторе. Следующая участница. Вторая попытка. И ее вторая попытка. О, берет. И она удачная для Динары. Со второй попытки Динара. Динара пройдены. Диана эту высоту. Сектор приглашается. Ну, а теперь... Вторая попытка продолжается. И сейчас Карина Литфурина. Бор в Нижегородскую область. Вот она на экранах сейчас. И поддержка зрителей. А, не хочет. Не хочет, не хочет. Мешает ей, видимо, стесняется, может быть. А вот и тренер. Тренер-победительница тоже был на экране. И удача. Ну, вот у него не только одна участница, но и еще одна. Мы сейчас видели. Конечно, она пока неудачно вторую попытку сделала. Но есть еще и третья попытка. Начинается борьба у мужчин, у мальчиков на высоте 155. Там осталось 6 участников, которые ведут борьбу за призовые места. Ах, как же была близка. Опять одна, один в один прыжки делает Мария Шуваева. И две неудачи уже. Очень жаль, потому что так вот вроде бодренько все у нее, но цепляет планку. И две попытки уже не взяла она на метр 50. И третья попытка начинается в секторе Диана Барбина. Третья попытка в женском секторе 150. Ну, нет, совсем не из берущихся. Такая на выдохе попытка. Но во второй соревновательный день она отобралась. Сегодня боролась. Поэтому молодец. Диана, нужно дальше тренироваться. Поднимать свои технические навыки, физические качества. И тогда, возможно, высота метр 50 покорится. Ну, а это уже на экранах. Кира Шамс. Ой, тоже очень близкая попытка. Похоже на предыдущую, но Кира тоже не справилась с высотой метр 50. И Карина Литвурина сейчас выходит в шаге от пьедестала. Вчера она была. Но вот сегодня уже третья попытка. А, ну удается ей. Удается ей взять. Метр 50. С третьей попытки. Вот так вот нужно бороться до конца. Тогда есть шанс преодолеть высоту. Ну и третья попытка тоже. Надо, надо брать Мария Шуваева. Такие две хорошие попытки сделала предыдущий. Может быть, волнение. Что вот сейчас покажет нам Мария. Да, берет. И она это сделала. Все. Все, выдохнули. На следующий рубеж. Метр 55 у нас выходят. На 155 у девочек. 8 участниц. 8 участниц у нас выходят на высоту метр 55. Уже соответственно. И мы будем за ними, за всеми следить. И в сектор первая, кто будет штурмовать эту высоту, Мишеля Лам. Именно она сейчас на наших экранах. Как на всякий случай, 155 это уже рекордная высота для этой возрастной группы. Очень интригующе, что же будет в итоге этой возрастной категории. Потому что уже 8 человек вышли на рекорд соревнований. Сегодня уже 8 человек будет штурмовать эту высоту. Ну, пока неудачно. Возможно, те самые слова диктора на стадионе, что это рекордная высота, повлияли на Мишель. Но будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что тут все-таки маленькие, но бойкие девчонки. Поэтому следующее в секторе у нас Софья Деркачева. Нет, у нее тоже, к сожалению, пока неудачно. Ну что же, кто с первой попытки возьмет метр 55, тот точно выходит в тройку лидеров. Я почему-то в этом больше, чем уверена. Но посмотрим, как же девушки подтвердят мои слова или опровергнут. Ну, вот мы видим даже переживания такие вот. Без этого никак. Тоже близко, но, к сожалению, нет у Киры шанс. Ой, я прошу прощения, Диана Исмеханова тоже так же не справилась с первой попытки. И Кира Денисенко сейчас так же на этой высоте. И ее первая попытка. Ну, нет пока. Далее в секторе будет выходить Карина Литвурина. С третьей попытки ей удалось взять метр 50. Но иногда так бывает, что тот, кто берет с третьей попытки высоту, потом с первой преодолевает следующий рубеж. Очень часто так встречается. Но посмотрим, как справится с этим Карина. Но нет, пока что нет. Александр Селезнев, к сожалению, выбыл. И здесь же третью попытку будет выполнять вчерашний победитель. Так, ну и что, у нас пока ведут женский сектор. Только вот так освещают в полном объеме нам операторы именно эту. А вот и первая попытка удачная. У Татьяны Седых метр 55. Справляется она с первой попытки. Это очень здорово. Заявка на результат. И это другая участница, которая повторяет рекорд соревнований. Вчера это сделала Кира Воронина. Ну а сейчас на экранах Мария Шуваева. Ну вот, близенько, близенько у нее все. И в прошлый раз она так задевала. И сейчас надо делать корректировки, чтобы не тратить попытки. Но я думаю, там тренер ей обязательно все об этом расскажет. Ну и что же, сейчас Кира Воронина, именно она стоит в секторе. Итак, у мальчиков три участника преодолели планку 155 сантиметров. А вот у Кира Сечка на метр 55. Таким образом, лидером сейчас на данный момент является Татьяна Седых, которая с первой попытки преодолела метр 55. Вторая попытка сейчас будет в секторе у девочек. У девочек продолжается борьба на высоте 155. И по-прежнему метр 55. Лидер лучшего результата наших соревнований. Первая на попытку выходит Мишеля Лам. Первая попытка на 160. Неслав Тодовец просит поддержку зала. А у мальчиков, по-моему, там не так много участников еще осталось. Здесь где-то около трех, если я не ошибаюсь, но пока что мы в женском секторе. И вторая попытка неудачная у Мишель. Очень близко было, но, к сожалению, пока нет. Следующая у нас Софья Дергачева. И ее вторая попытка. Надеюсь, что никакие проблемы там у нее не помешают. Так мы видели, что за спиной она держалась. Но нет. Но это было получше, нужно сказать. Но пока нет. И Диана Исмеханова должна сейчас... Да, вот именно она на экранах. Динара Исмеханова. Метр 55. Вторая попытка. Ну, нет. Сложно. Сложно пока по этой попытке судить, что ей удастся взять метр 55. Но тут такой возраст, что сказать нет, они могут собраться и взять эту высоту. Поэтому по технике второй попытки сложновато. Но кто знает, насколько хорошо может собраться спортсмен. Но пока одна за одной планки не... Нет, неудача. Все трое. Не поддаются спортсменам. И сейчас Мария Шуваева. Ее попытка номер 2 на 155. И вторая попытка. Очень близко опять. Прям обидно. Очень-очень близко все эти попытки делает она. Ну, а теперь у лидера вчерашнего дня Кира Воронина. Вторая попытка. Кира Воронина и вторая попытка. Вчера эта высота Кири покорилась. И сегодня покоряется. И сегодня тоже. Все. Это здорово, потому что две участницы уже преодолели метр 55. С первой попытки Татьяна Сидых и со второй Кира Воронина. Ну и что же, мы ждем третью попытку на этой же высоте. Сейчас будет выходить Мишель Алам. В секторе Владислав Титовец, представитель Ивановской области, взял 160 со второй попытки. Ну, а вот я слышу, что диктор говорит, что Владислав Титовец взял метр 60. Ну, а у Динара Генединова пока неудачная попытка на метр 60. Это вторая, напомню, попытка. А третья попытка в женском секторе. Мы его сейчас и наблюдаем. Неудачно. К сожалению, на сегодняшний день у Мишеля Алам результат только метр 50. Были неплохие попытки на метр 55, но сегодня не удалось. Следующий в секторе Софья Дергачева, которая также хочет преодолеть планку метр 55. Ах, но довольна она, потому что это были классные прыжки. И очень радостно, когда дети с таким настроением уходят из сектора, потому что понимают, что они сейчас 2,2 соревновательных дня. У них получается как квалификация и основные соревнования. Конечно, квалификация на международных стартах проводится через день отдыха. Ну, смотря какое это, если зимние или летние чемпионаты, ну, к сожалению, совсем это даже не прыжок у Динары, у Дианы. Ну, и одна за одной девушки не могут взять метр 55. Также это не удалось. Следующая участница. Ну, и сейчас в секторе Мария Шуваева. Очень близка она в первых двух попытках была для того, чтобы взять метр 55. Она с третьей попытки преодолела метр 50. Неплохой прыжок, но сегодня метр 55 не покорилась для Марии. И следующий рубеж уже рекордный для этого сектора, для женского, для этой возрастной категории. Высота метр 60. И у мальчиков тоже метр 60. И Захар Неустроев взял этот рубеж. Это Владислав Титовец и Захар Неустроев. Два человека выходят на высоту метр 65 у мальчиков. Это Владислав Титовец и Захар Неустроев. Ну, а у девочек уже даже обгоняют они мальчиков. А, нет, они догоняют. Догоняют мальчиков. Мальчиков и высота метр 60. Сейчас в сектор у нас вышла Татьяна Седых. Что же нам Татьяна покажет? И вот сейчас в секторе Татьяна Седых. А это уже новое достижение, которое только нужно покорить. Так, первая попытка была неплохая для Татьяны. Но пока неудачная. Это заявка на результат однозначно. И теперь лидер чужашнего дня Кира Воронина. Ее первая попытка. Получше, так поинтереснее. У нее там был прыжок, но пока тоже неудачно. Неудачно. И ко второй попытке готовятся девочки. Ну, а мальчики штурмуют рекорд соревнований. Но пока неудачно. Напомню, что рекорд соревнований в этой возрастной категории у мальчиков метр 65. Максим Шайбаков из Сбирска установил этот рекорд в 2019 году. Напомню, это уровень первого взрослого разряда. Да! Покоряется Татьяна Седых со второй попытки. И тем самым она рекордсменка фестиваля нашего. Рекордсменка Кубка Москвы по прыжкам в высоту. Но это же еще не все. Есть еще одна попытка у Кирова с результатом метр 60 и рекордом. А сейчас высота метр 63. Именно такую планку заказывает Татьяна Седых. Для того, чтобы совершить свои прыжки. Участников на высоте метр 65. А в женском секторе Татьяна Седых попросила установить планку. Заходную высоту 163 сантиметра. Вот, видимо, тренер Татьяны. Я думаю, что именно она ее курирует. Ну что же, переживать, конечно же, невозможно. Потому что метр 63 и первая попытка. Ну попробовала, попробовала она, как эта планка на вкус. И еще две попытки, как минимум, точно она будет совершать. Нет, к сожалению, для Владислава выступление закончилось. Ну а тем временем Владислав Ставец уже закончил соревнование. А у Захара неустойва есть еще одна попытка в запасе. Он станет победителем наших соревнований с повторением рекорда. Что же, напомню, что рекорд у мальчиков метр 65. И попытка установки нового рекорда, я думаю, что даже и личного рекорда в женском секторе. Вы представляете, какой второй день. Еще только один полдвенадцатого у нас уже тут вовсю страсти кипят, но пока нет. Пока нет. И Захар Неустоев не взял метр 65. Тем самым завершились, рекорд устоял. Соревнования завершились у мальчиков. Новую рекордную высоту, 163 сантиметра. Уже рекорд наших соревнований она обновила. Он теперь будет вписан в летопись спорта как 160 сантиметров. Ну и вот мы видим третья попытка у лидера нашего сегодняшнего дня. Татьяна Седых. Напомню, что Татьяна представляет Липецкую область. Ну молодец, постаралась, сделала все возможное, чтобы сегодня показать наилучший результат. Ну и метр шестьдесят. Обновление рекорда Кубка Москвы по прыжкам в высоту. Это не может нас не радовать. Расскажу о том, что по итогу сегодняшнего дня будет проводиться награждение. И по итогу двух дней абсолютно чемпион в этой возрастной категории, как у мальчиков, так и у девочек, получит Кубок Москвы по прыжкам в высоту.